Власти Российской Федерации решили отменить налоговый режим в виде единого налога на временный доход, проще говоря, ЕНВД. Для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, так ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок действия ЕНВД истекает 1 января 2021 года. Этот специальный налоговый режим сегодня могут использовать предприниматели в отдельных видах деятельности. Розничная торговля, общественном питании, ряде услуг. Полный перечень установлен налоговым кодексом. В рамках работы, проводимой в период пандемии, по поддержке малого и среднего бизнеса, очень многие представители малого и среднего предпринимательства, а также профессионального сообщества, в качестве меры поддержки предлагали перенести отмену ЕНВД на несколько лет. Обсудим все возможные последствия отмены налога и альтернативные ему варианты с нашими экспертами. В студии сегодня Сарья Суршева, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС России по Астраханской области. И Александр Соловьев, руководитель Астраханского центра правовой поддержки бизнеса. Это программа «Точка зрения» в студии Алина Денисова. Здравствуйте. Добрый вечер, Сурья Мухаммеджановна. Ну что же, что это за режим и почему такое решение приняло правительство? Единоналог на вмененный доход – это один из специальных налоговых режимов, находящихся, представленных в достаточно широкой линейке. Его особенностью является то, что он исчисляется не с экономических показателей деятельности налогоплательщика, а в основу ложатся некие количественные показатели, такие как площадь торгового зала, количество работников, количество транспортных средств, в зависимости от вида деятельности. И тогда получается так, что два предпринимателя, осуществляющие одинаковые виды деятельности, но с разными доходами, полученными по итогам налогового периода, должны уплатить в бюджет одинаковую сумму налога. Но, казалось бы, в этом нет совершенно никакой логики, но мы должны понимать, что этот налог вошел в законодательство более 20 лет назад. В условиях того времени не было, скажем так, возможности получать достоверную информацию о реально полученных доходах налогоплательщика. И поэтому нужно было искать какую-то альтернативу общей системе налогообложения, либо запрещать предпринимательскую деятельность, что, конечно, было недопустимо. И вот такой выход нашли, это введение как раз такого режима, который позволил бы с минимальными знаниями бухгалтерского учета и с максимально упрощенным механизмом расчета этого налога как раз вести легальную предпринимательскую деятельность. Также он удобен и тем, что позволяет уплачивать всю сумму по итогам налогового периода без уплаты авансовых платежей. Есть и другие, конечно, плюсы, которые сделали этот режим очень популярным, как вы уже сказали, Алина. На сегодняшний день у нас более 16 тысяч, почти 16,5 тысяч налогоплательщиков используют этот режим. Но если он удобен и прост, то почему решили отменить? Ну, потому что есть но. Есть но. Вот как мы уже говорили, он не учитывает фактические результаты деятельности. И это делает возможным отдельным недобросовестным налогоплательщикам использовать эту ситуацию, да, и тем самым занижать налоговые обязательства. Они могут скрыть свои доходы. И если сравнивать налоговую нагрузку вот по разным специальным режимам, то при прочих равных условиях по ЕНВД она значительно занижена и совершенно необоснована. Ну и кроме того, еще один момент, да, за счет введения обязанности при расчетах использовать контрольно-кассовую технику, вот эта проблема получения достоверной информации о реально полученных доходах налогоплательщиков, ну, практически отпала сама собой. Поэтому на сегодня можно говорить, что да, режим простой, режим удобный, режим популярный, но он утратил свою актуальность. А не приведет ли отмена ЕНВД вот к нарушению законодательства? Ну, не исключено, конечно, что такие изменения налогового кодекса могут, ну, скажем так, соблазнить отдельных налогоплательщиков, да, ну, использовать, например, дробление бизнеса, да, при помощи других спецрежимов с целью распределения доходов на несколько взаимозависимых лиц и на получение таким образом необоснованной налоговой выгоды, да. Но в настоящее время сотрудниками налоговых органов проводится в этом направлении детальный анализ и работа по предотвращению таких нарушений. Но хочу также отметить, что еще большая работа проводится с налогоплательщиками вот по информированию по предстоящим изменениям этого законодательства, да, и по, значит, тем направлениям, которые должны заинтересовать налогоплательщикам. Ну, я имею в виду, это тех добросовестных налогоплательщиков, которые, ну, планируют и в дальнейшем осуществлять свою деятельность с соблюдением всех норм налогового законодательства. Александр Александрович, поясните, пожалуйста, как отмена ЕНВД отразится на субъектах малого и среднего бизнеса? Вы знаете, вот у нас две точки зрения, да, у нас есть точка зрения государственная, и мы сейчас говорим о том, что отмена налога – это совершившийся факт. Даже несмотря на ряд позиций, вот, допустим, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Юрьевич Титов говорил о том, что нужно продлить этот налоговый режим. Несколько сенаторов не дали, как месяц назад внесли законопроект о том, что тоже продлить этот налоговый режим. Тем не менее, позиция правительства была жесткой, что бюджеты субъектов Российской Федерации очень много денег теряют в случае не только несобираемости, но и размеры самого этого налога. Поэтому государственная позиция здесь была однозначной, что его пора отменять. Более того, представитель правительства Российской Федерации заметил, что этот налоговый режим применяется сейчас в четырех или в пяти странах, причем африканских даже странах. Поэтому сам по себе этот налоговый режим признали уже неким таким аторизмом системы налоговой. Но если смотреть, как отразится на бизнесе, то здесь есть несколько путей у бизнеса. Первый – это радикальный путь. Очень многие предприниматели, и действительно я должен сказать, что это многие предприниматели, сказали о том, что они будут закрываться, что они не хотят, они не воспринимают какую-то альтернативу. Это очень такая радикальная позиция предпринимательского сообщества. Вторая тоже очень негативная позиция и тенденция, что некоторые недобросовестные налогоплательщики с учетом смены налогового режима могут уходить, что называется, в тень. То есть уровень теневой экономики и так высокий сейчас, что в регионе и в стране, но с этим придется сталкиваться. Это также негативное явление. Но если мы говорим о добросовестных налогоплательщиках, то они столкнутся перед выбором. И этот выбор действительно очень широкий. Нужно будет выбирать, на каком налоговом режиме продолжать свою деятельность и как эту деятельность продолжать. И здесь уже, вы знаете, есть достаточно широкий выбор, предоставляемый налоговым кодексом. Часть налогоплательщиков уйдут на налог на профессиональный доход и самозанятость, часть будут выбирать уже соответствующий налоговый режим. Сурима Ахмеджановна, скажите, пожалуйста, какие есть альтернативные варианты налогового режима? Ну, во-первых, сразу хочу, пользуясь случаем, сказать, да, у нас иногда поступают звонки, обращения от налогоплательщиков, которые нам говорят, вот я занимаюсь, да, у меня аптека, или я занимаюсь ремонтом обуви. Скажите, на какой режим мне идти, да? Вот сразу хочу пояснить, что налоговые органы не то, что не хотят или не могут, да, они, в принципе, не правомочны, да, давать такие указания налогоплательщикам. Вот здесь очень важный момент, да, Александр Александрович его уже затронул, да, что налогоплательщики должны сделать этот выбор самостоятельно. У него есть две вот такие отправные точки, да, это особенности ведения бизнеса и условия налогового законодательства. Понятно, что каждый налогоплательщик заинтересован в том, чтобы по итогам налогового периода у него после уплаты обязательных налоговых платежей оставалось как можно больше денежных средств для дальнейшего развития, да. Но вот в этом может помочь налогоплательщикам, да, разработанный налоговой службой интернет-сервис, налоговый калькулятор, выбор режима налогообложения. Его можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Электронные сервисы». Вот этот сервис поможет предпринимателям определить в режиме онлайн наиболее приемлемую систему налогообложения, исходя из размера налоговых обязательств. Ну, воспользоваться этой услугой очень просто, да, необходимо просто ответить на несколько вопросов, выплывающих в окнах, да, задать отправные свои точки, и тогда система сама предложит несколько режимов и укажет, какой же будет размер налогового обязательства. Вообще у налогоплательщиков два основных режима – это общий режим, либо один из специальных. Если налогоплательщик, применяющий в этом году ЕНВД, хочет перейти на какой-нибудь специальный налоговый режим, то он должен уже в этом году в текущем уведомить об этом налоговый орган, представив заявление. Если он этого не сделает, вот хочу обратить внимание налогоплательщиков, то по умолчанию он будет переведен на общую систему налогообложения. А это повлечет за собой и начисление и уплат налога на добавленную стоимость, налога на прибыль для организации, налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей, ну и так далее. То есть априори как бы большую налоговую нагрузку. Ну а линейка спецрежимов, она достаточно широкая. Именно для переходящих с ЕНВД это упрощенная система налогообложения, универсальная система, которая подходит и для организации, и для предпринимателей. И кроме того, для предпринимателей доступна также патентная система налогообложения, и достаточно новый налог на профессиональный доход, или как на бытовом уровне его называют налог для самозанятых. Но еще какой момент, какой бы режим налогоплательщики не выбрали, им необходимо будет продолжать начислять и уплачивать страховые взносы, ну за исключением налога на профессиональный доход. Смотрите, налоговый калькулятор, он еще раз, налоговый калькулятор, он рассчитывает на сайте, который... Он рассчитывает размер налоговых обязательств, исходя из предполагаемых условий, в котором будет работать налогоплательщик. И тогда налогоплательщик просто может сравнить, да, то есть по одной системе у него будет, ну давайте так вот на цифрах скажем, да, по одной системе он должен будет уплатить 100 тысяч, он это видит, да, он прям видит в режиме онлайн, по другой системе он должен уплатить 20 тысяч, да, по третьей 50 тысяч, конечно, да, мы понимаем, какую из системы налогоплательщик, скорее всего, выберет. Это все законно, да, и вот этот... А всевозможные риски перехода ему, как бы, может кто-то разъяснить? Они же наверняка есть, все равно, как бы, с такой вот привычной системы переходишь на новую, и как это отразится на бизнесе, как отразится на доходе? Ну, риски, конечно же, у налогоплательщика есть, да, и он их должен самостоятельно как раз оценить, исходя из предполагаемых своих доходов и тех расходов, которые он будет осуществлять, да, но в этом ему также может помочь налоговый калькулятор, калькулятор по расчету налоговой нагрузки. Это в рамках электронного сервиса «Прозрачный бизнес». Вообще, надо сказать, что вот этот сервис, да, и «Прозрачный бизнес» был разработан федеральной налоговой службой в помощь налогоплательщику, да, и с целью повышения как раз налоговой грамотности. Вы знаете, здесь я должен сказать, наверное, все-таки сравнение с ИНВД, что налогоплательщикам нужно подготовиться, что, конечно же, уровень налога на ИНВД, он ниже тех систем, которые, вот о которых сейчас говорили. Поэтому, когда будет представлен выбор налоговой системы, необходимо, конечно же, взять свои доходы в первую очередь. Нужно посмотреть, сколько предприниматель или его зарабатывает. И я еще раз подчеркну, что это чистый белый доход, это доход, который получает фирма от своей деятельности без всякой тени. Мы сейчас говорим о легальном доходе. И если человек, владелец бизнеса или индивидуальный предприниматель откроет тот же самый калькулятор и введет четкую цифру своего годового дохода, он всегда... Давайте вот о том, что будет, мы узнаем после короткой паузы. Прервемся сейчас. Это программа «Точка зрения», и мы продолжаем. Александр Александрович. То есть еще раз я обращаю внимание, что предприниматели и владельцы бизнеса должны смотреть на свой доход. И исходя из этого дохода, уже, конечно, самостоятельно планировать выбор того режима налогового, по которому они будут платить. Поэтому здесь каждому очень подход должен быть сугубо индивидуальный. И честно, открыто посмотреть эти цифры, и воспользоваться сервисом налогового калькулятора, и понять, как же действовать дальше. Поэтому, вы знаете, выбор достаточно широкий, и вот даже те вот системы, о которых мы сегодня говорим, на мой взгляд, они достаточно выгодны бизнесу. То есть все зависит от того, ну, допустим, даже если мы говорим сейчас об упрощенной системе налогообложения, если говорить на бытовом уровне, кто-то очень много тратит в своей деятельности и работает с различными контрагентами. Есть система доходы минус расходы. Тогда, естественно, если человек тратит в своем бизнесе много, он может выбирать эту систему. Или, наоборот, он оказывает какие-то услуги, получает прибыль от услуг и ничего не тратит. Тогда, конечно, это может быть 6%. Поэтому каждый предприниматель сегодня должен для себя выбрать именно индивидуально. И еще я действительно обращу внимание на то, что не надо затягивать. У нас очень многие оставляют все на последний момент. И действительно может наступить вот эта так этическая точка, когда налогоплательщик с 1 января узнает, что он переведен на общую систему налогообложения. Вот это будет для многих, конечно, ну, не побоюсь этого слова, катастрофой. Потому что если индивидуальный предприниматель зарабатывает небольшие цифры, суммы, и при этом потом будет переведен на такую систему налогообложения автоматически, он поймет, что достаточно тяжело будет осуществлять ему деятельность в привычном, ранее привычном режиме. Поэтому я тоже призываю наших налогоплательщиков обратить внимание и уже до середины, наверное, декабря все-таки определиться и подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию. Давайте поговорим о налоговых режимах патентные, упрощенные. Какие есть варианты? Ну вот я сейчас сразу в продолжении сказанного, как раз хочу напомнить налогоплательщикам, что если они захотят применять один из объектов налогообложения по упрощенной системе налогообложения, то они должны представить заявление в налоговый орган не позднее 31 декабря уже текущего года. Если же они выбирают патентную систему налогообложения, налогообложения, я сейчас говорю о предпринимателях, то они должны представить не позднее, чем за 10 дней до того момента, когда они начнут применять ее. То есть в этом году не позднее 17 декабря. Ну а так, если мы говорим, значит, уже как бы об этом упомянул, что самая универсальная система – это упрощенная система налогообложения. Частично уже как бы осветили, что есть два объекта – объект дохода и объект дохода минус расходы с разными ставками. Но вот здесь немножечко напомню налогоплательщикам, что есть такое новшество. Во-первых, чтобы применять эти ставки, необходимо соблюдать лимиты. Прежде всего, по доходам не более 150 миллионов рублей и численности не более 100 человек. Если же налогоплательщик, теперь это новшество законодательства, внимание, превысил эти лимиты, но тем не менее не более чем по доходам на 50 миллионов рублей и по численности не более чем на 30 человек, он теперь, как раньше, не утрачивает право применять упрощенную систему. Но налоговая нагрузка у него несколько увеличится. То есть с 6% до 8% и с 15% до 20%. Если же и эти лимиты увеличены, он не выдерживает до конца налоговый период, то тогда он уже утрачивает право на применение упрощенной системы. И его налоговые обязательства будут пересчитаны в соответствии с общей системой налогообложения. Патентная система, у нее есть определенные ограничения. Она подходит для совсем такого, условно говоря, пробного бизнеса. Документ удается от месяца до 12. То есть с этого режима в любом случае нужно будет перейти на, получается, упрощенный. Ну, не всегда так. Вообще патентная система имеет свои плюсы. То есть каждый специальный режим, он выбирает свою категорию налогоплательщиков. Патентная система рассчитана, во-первых, как мы уже говорили, только для предпринимателей. Причем с доходами не более 60 миллионов рублей в год. И численностью наемных работников не более 15 человек. Ну, скажем так, здесь удобства какие? Не нужно представлять декларации, потому что налоговый орган сам рассчитывает стоимость патента. Удобные сроки, уплаты. То есть если патент выдается на срок до 6 месяцев, то уплачивается одной суммой до окончания срока действия патента. Если же свыше 6 месяцев срок действия патента, то в два приема. Первую треть, не позднее 90 дней после начала действия патента. И оставшуюся сумму до конца действия патента. То есть, допустим, до конца года. И исчисление, и уплата страховых взносов проводится в таком же порядке. Но здесь есть какой момент. Если при упрощенной системе, при объекте дохода минус расход налогоплательщик может уменьшить налоговую базу на сумму страховых взносов, то при патентной системе этого сделать нельзя. В защиту патентной системы тоже могу сказать. Вы знаете, если брать специфику астраханского бизнеса, она как раз подходит для категории малого бизнеса, которые были сейчас на ЕНВД. То есть, это те, кто торгует в руководительной точке, кто не нанимает работников в рамках своей деятельности. И поэтому я тоже рекомендую предпринимателям внимательно изучить нормативную базу и посмотреть именно патентную систему, как альтернативу ЕНВД. То есть, если как раз-таки есть такой бизнес, который не требует наемных работников, и нет больших оборотов. Так что обратите внимание. А вот в регионе уже были ли представители малого и среднего бизнеса, кто обращался за помощью? Да, действительно. Вот в Центр правой поддержки бизнеса поступают и звонки, и по горячей линии есть и личные обращения. И я поэтому и говорю, что у нас очень большое количество индивидуальных предпринимателей, которые одни. То есть, один индивидуальный предприниматель без работников, и у него, допустим, какой-то маленький магазинчик. Он сам и торгует, сам продает и сам ведет свою деятельность. Вот в таком случае мы как раз-таки рекомендуем обратить внимание. Но обратите внимание также, что патентная система тоже действует по определенным видам деятельности. То есть, можно смотреть внимательно, как раз все расписано в налоговом кодексе, и на сайте налог.ру тоже можно получить очень широкую и объемную информацию. У нас есть звонок, давайте ответим. Я хотел бы узнать, почему до сих пор нет писем на уплату транспортного налога. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это, наверное, вопрос по имущественным налогам физических лиц. Уже есть в личный кабинет информация передана. То есть, а то сейчас все в онлайн-режиме, да? Может, человек ждет? Нет, я ответила. Уже есть эта информация. Посмотрите в свой личный кабинет налогоплательщика. Информация начала передаваться туда. Кстати, я хочу сказать по поводу личного кабинета. Вы знаете, это действительно очень удобный сервис. И когда мы общаемся с предпринимателями, мы тоже как-то обращаем внимание, чтобы обязательно заводили личные кабинеты, чтобы была электронная цифровая подпись. Это очень упрощает систему взаимодействия с налоговыми органами в частности в продолжении этого вопроса. То есть можно всю информацию, любую информацию сейчас получать онлайн, через сайт и с помощью квалифицированной подписи. Да, ну вот и еще хочу добавить, да, налогоплательщик, который сейчас задал вопрос, если вдруг какой-то, ну я не знаю, может быть, программный сбой, почему он не получил эту информацию, пожалуйста, обратитесь по единому номеру 8 800 7 2. Давайте вернемся к нашей теме. И, может быть, есть какие-то статистические данные уже, сколько зарегистрированы у нас те, кто зарегистрированы самозанятых? Так, мы сейчас говорим о налоге. Мы просто говорили, сейчас до этого обсуждали патентную систему налогообложения. Сейчас, я так понимаю, вопрос по самозанятым. Это немножечко другая история. Это уже эксперимент по введению этого налога, начатый в 2019 году. Есть, конечно, статистика. Но вот с начала и 1 июля, с 1 июля до этого года у нас уже осуществляют деятельность на территории Астраханской области около 2800 человек. Самозанятых. Вот такая статистика. А вообще, надо сказать, что по России очень востребованный режим налогообложения, да, и порядка миллион 100 человек. В 84 регионах он действует. Ну, то есть практически на территории уже всей России. Значит, по единственному, я бы хотела все-таки вернуться немножко к упрощенной патентной системе, да, и сказать, чтобы налогоплательщики обратили внимание на то, что есть, ну, достаточно таких многоприятных бонусов, да, и вот наиболее, наверное, такую вот в копилку, да, вот этих приятных моментов по этим режимам, это возможность применения нулевой ставки. И это для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, тех, которые осуществляют производственную деятельность в сфере бытовых услуг, научную, извиняюсь, да, и вот сейчас, в настоящее время, в региональном министерстве финансов как раз рассматривается возможность продолжать применять эту нулевую ставку после 1 января 2021 года. Ну, также есть, вот в законе по упрощенке, да, возможность использования пониженных ставок налога. Это 10% для производственников, у которых доходы от производственной деятельности составляют не менее 70% в общей сумме доходов, да, и также новые такие, вот эта ставка 3% в 2021 году, это для пострадавших отраслей, и по объекту дохода, да, и 7,5% это по объекту дохода уменьшено на величину расходов. И, кроме того, для тех налогоплательщиков, которые решили осуществлять деятельность на территории Астраханской области, из, пришедшие к нам из других регионов, для них будет ставочка 1% по доходам и 5% по доходам минус расходы, да. Ну, а что касается самозанятым, да, что вот то, что мы даже наблюдаем, да, мы можем в режиме онлайн, да, то есть каждые 5 минут, скажем так, выбирать количество налогоплательщиков, которые, ну, регистрируются вот в мобильном приложении «Мой налог». Я хочу сказать, что даже вот утром это одно количество, да, к вечеру количество увеличивается. Режим востребован, он замечательный, да, вот мы уже как раз говорили об этом, он позволяет не прятаться, он позволяет легально осуществлять свою деятельность. Много там таких доступных, ну, скажем так, приемчиков в этом мобильном приложении. Можно распечатать справку о своих доходах, то есть посещение в налоговый орган, да, минимизировано вот прям полностью. Ну и самое главное, что многие предприниматели могут работать без бухгалтера, то есть они могут сами с помощью этих сервисов подавать и декларации, и сообщать о своих сведениях. И, конечно же, налоги – это основа для деятельности государства. Все, что мы видим вокруг, дороги, детские сады, школы, все это базируется именно на тех налогах, которые собираются в регионе и в стране в целом. Спасибо, Александра Александровна, Сергея Мухаммеджановна. Это была программа «Точка зрения». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин